Всем привет, друзья, каналы «Реализация законного права». Сегодня разберем ваши права и условия перемещенных лиц и беженцев в Германии. Друзья, также не забываем директива о временной защите 2001-55-ЕС и решение Совета ЕС об ее активации для украинцев номер 382 от 4 марта 2022 года устанавливать только минимальные стандарты защиты, которые должна обеспечить каждая страна ЕС для украинца. Поэтому обязательно нужно смотреть законодательство той страны, где вы планируете остаться. Видео посвящается режиму временной защиты украинцев в Германии. Так, условия перемещенных лиц и беженцев в Германии. Граждане Украины и лица, постоянно проживавшие на территории Украины по состоянию на 24 февраля 2022 года, пересекшие границу Германии, могут с закона находиться в стране в одном из трех статусов. Итак, первое – это туристическая виза, то есть 90 дней. Если этот срок подходит к концу и гражданин Украины прибыл в Германию с биометрическим паспортом, он может остаться на повторно еще на 90 дней. Второй вариант – регистрация временного пребывания. Возможно только, если у вас есть родственники, знакомые, друзья, которые могут вам предоставить место жительства. То есть остановитесь и живите у них. Аренда жилья самостоятельно возможна только после регистрации. И третий вариант – это беженцы. Если нет родственников, нет знакомых, нет собственных средств, нет места жительства, нужно обращаться в центр приема беженцев. Регистрация временного пребывания в Германии началась 7 марта 2022 года и сейчас проблематично. Механизм только нарабатывается. Большие очереди, но регистрация не срочная. Временная защита предоставляется по факту въезда. Регистрироваться можно в течение 90 дней. Большие города Германии уже переполнены. Жилье найти и зарегистрироваться сложно, но возможно. Рекомендую выбирать также маленькие города или ехать к родственникам, друзьям, которые могут оказать помощь с проживанием и ориентироваться на собственное материальное обеспечение. По крайней мере на первые 2-3 месяца. Далее подробно рассмотрим третий вариант. Итак, на основе результата голосования Евросоюза Германия решила принимать беженцев Украины по третьему варианту, имеющих украинское гражданство по параграфу 24 закона о пребывании иностранцев в Германии. С этим видом на жительство также есть право на льготы в случае отсутствия финансовой способности. Объем финансирования базируется на законе о льготах для искателей убежища. Согласно действующему положению, однозначно будут иметь право на предоставление вида на жительство следующие лица. Итак, друзья, запоминаем. Также не граждане Украины и лица без гражданства с правом постоянного проживания в Украине, то есть по-украински с посвяткой, не имеющие возможности вернуться к себе на родину. Также в описании под видео я оставлю дополнительную информацию по этой стране. Подписывайтесь, друзья, на канал, чтобы знать свои права за границей. Увидимся в следующем видео.